В торжественном строю 22 учащихся военно-патриотического класса юный пограничник средней школы номер 31. На священной земле Брестской крепости пятиклассники проходят посвящение в кадеты и дают первую в жизни клятву в присутствии духовных наставников, учителей и родителей. Когда мы решали о взаимосвязях с Институтом пограничной службы Республики Беларусь, мы отдавали себе отчет, что это не на год и что это очень ответственно. Потому что кроме желаний ребят носить элементы формы пограничников, быть кадетами, мы должны их приучить, что кадет не просто звучит гордо, а кадет это очень ответственный человек, на него ложится больше обязанностей, чем на остальных учеников. Очень поддерживали выбор, принимали вместе, принимали вместе с сыном. Ну, знаете, как маме хочется, чтобы он вырос отважным, храбрым, сильным, настоящим мужчиной, чтобы был достойным гражданином нашей Республики, чтобы любил, уважал и защищал, ну, не только семью, своих товарищей, свою родину. Получить кадетские погоны из рук начальника близкой пограничной группы имени Держинского Игоря Гутника почетно и престижно. Не менее волнительно для ребят принять заветный зеленый берет из рук старших товарищей, действующих пограничников. В этом и есть символизм, на самом деле. И для этих ребят, которые получают эти погоны, получают береты, это еще более ценно, когда не просто кто-то, а представитель именно той профессии, с чего звание этот кадет будет носить. И представлять отряд, не просто отряд какой-то кадетский, а кадетский пограничный отряд. Кадетское движение в Бресте ведет свою историю с 1842 года. И сегодня только в 31-й школе открыто 5 кадетских классов, в которых учатся 140 юных горожан под руководством опытного наставника подполковника Василия Туркевича. Времена изменились, но цели остались прежними – с честью нести высокое звание кадета и служить примером не только для своих сверстников, но и для взрослых. Для меня это такая честь, потому что я хочу узнать больше о пограничниках, о их жизни, чем они занимаются. Я хочу защищать свою родину, потому что Брест – пограничный город, и разузнать всякую военную технику. Торжественный день для кадетов продолжился на пограничной заставе имени Кижеватова. Ребята узнали об особенностях несения пограничной службы, посмотрели на устройство учебного городка, питомника для собак, и, конечно же, познакомились с элементами работы кинологов с четвероногими защитниками границы. Я пошла в этот замечательный кадетский класс, потому что я хочу показывать другим пример и хочу брать с других пограничников пример. И в будущем я бы хотела стать актрисой, но для актрисы надо хорошее образование, а кадетский класс, он дает плюс. Сегодня пятиклассники только постигают азы кадетского воспитания, и не важно, какую профессию они выберут в будущем, главная задача – стать настоящим человеком. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БОК-ТВ.